Путину нужны переговоры сейчас, вот сегодня, завтра останавливаются военные действия. В результате у него в руках остаются громадные куски украинской территории. Это так называемое Ордо, Крым и еще почти вся Херсонская часть Запорожской области. И сразу же он может это продать как некую победу и спасти свою политическую и физическую жизнь. Потому что после падения Херсона в бункере, как в любой уголовной структуре, сценарий будет развиваться по закону этих бандитским, где опущенный пахан уже не пахан. После освобождения Херсона на следующий день мы увидим танец маленьких любедей из Лебединого озера по телевизору. В авантракте нам объявят, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья более не может выполнять обязанности президента Российской Федерации. Это не значит, что придут какие-то замечательные люди и будет прекрасная новая Россия. Квласти придут такие же бандиты, как Путин, но они вынуждены будут считаться с реальностью и согласиться на то, что по сведениям Арестовича, а он очень информированный человек, они в принципе были готовы и согласиться в марте после провала своего наступления на Киев. Отвод от войск в войск на линию 23 февраля. А это сейчас совместное требование и Киева, и Вашингтона, и Брюсселя, НАТО, что мы согласны на прекращение огня только в случае отвода войск на линию 23 февраля, после чего начнутся мирные переговоры о полном территориальном восстановлении Украины. Вот такая сейчас официальная позиция Киева и Западе консолидированная. Вы назвали Херсон главным трофеем Путина, а мне все-таки кажется, что Крым он считает своим главным достижением, и этот Крым сейчас горит. Нет, да, ну тем более, да, тем более. Просто взятие, освобождение Херсона будет означать уже неотвратимость наступления украинской армии. Сейчас он еще может добровольно отойти, как они любят говорить, жест доброй воли сделать, и отойти на линию 23 февраля. После Херсона ему... Да и, кстати, после Херсона вся крымская группировка становится совершенно уязвимой. И, кстати, еще пока не приводились в действие дальнобольные ракеты к Хаймерсам, с так называемой дальностью до 300 километров. А по моим сведениям, которые... Или, точнее, по моим ощущениям в Вашингтоне, мне представляется, что эти ракеты уже переданы. Потому что никто... Все официальные лица отказываются отвечать на вопрос. Вы можете подтвердить или опровергнуть передачу ракет дальностью до 37? Они молчат по этому поводу. Это такое многозащитное молчание.